Около сотни предприятий Самарской губернии стали участниками национального проекта «Производительность труда». Почему бизнесмены так хотят попасть в этот нацпроект? И как повысить конкурентоспособность без дополнительных затрат? Нам показали на примере тольяттинского производителя хлопьев, который четыре месяца назад стал частью программы. Все подробности у корреспондентов канала «Тольятти-24» прямо сейчас. Даже предприятие с 15-летним опытом можно научить работать более эффективно. Компания «Юнифлейкс» производит богатый ассортимент хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Всю продукцию можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны. По мнению генерального директора компании Владимира А. Мачалкина, залог конкурентоспособности – это повышение производительности труда. Именно поэтому руководство предприятия четыре месяца назад приняло решение стать участником национального проекта «Производительность труда». В случае успешной реализации этого проекта «Производительность труда» мы можем претендовать и на льготное финансирование по программам, опять-таки, инвестиционным развития нашего предприятия. Вы знаете, что у нас таких программ громадива, у нас и котельная, и мы хотим оборудование новое покупать, модернизировать, что будет способствовать сегодня совокупать нашему ускорению развития. На данный момент работники предприятия прошли обучение, и компания уже во второй стадии проекта – диагностика и планирование. Проблемы выявлены в области излишних запасов, проблемы выявлены в простоях оборудованных, проблемы выявлены в том, что есть некие излишние операции офисных процессов. Собственно, работа ведется по устранению всех данных проблем. Напомним, национальный проект «Производительность труда» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Именно повышение производительности труда, по мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Сегодня участниками проекта являются около ста предприятий губернии. Для них это шанс бесплатно привлечь к работе на своих производственных площадках экспертов в этой области. Специалисты на практике показывают, как максимально исключить потери. Сотрудников обучают инструментам бережливого производства, чтобы в дальнейшем они сами повышали производительность труда. Кроме того, компании, участники национального проекта, могут получить взаим фонда развития промышленности под льготный процент.